Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем монтаж пластиковых фасадных панелей. Сзади меня дом находится, который мы обшиваем. Пластиковые фасадные панели производителя Дёки. Сверху у нас идёт Дёки Янтарный, Штайн Янтарный, снизу Дёки Штайн Темный Орех. Дом у нас состоит из как бы двух частей. Одна часть это газобетон, вторая часть это старый дом, который был из бруса сделан. Мы его утеплили 10 сантиметров. Здесь был перепад стены, то есть вот эта стена была по отношению к сету углублена. Мы её, соответственно, выдвинули на один уровень и за счёт дистанционного самореза выравниваем обрешётку. Такие вот саморезы у нас. Там вот дистанционный саморез, с помощью него идеально выравнивать обрешётку. Обрешётка у нас сухая строганная доска 100 на 20, ну точнее 95 на 20. Устанавливаем её вертикально. Здесь у нас утепление 10 сантиметров. Сверху на утеплитель идёт диффузионная мембрана, дельтаный вент. Стыки мы проклеиваем. Здесь вот у нас приклеиваются даже ленты к газобетону. Для прикручивания панели используем оцинкованные саморезы с пресс-шайбой 19-е и острые. Вот примерно с таким шагом мы их закручиваем. Если посмотреть издалека, вот так это смотрится. Углы здесь мы делаем вот такие вот широкие. Значит, у нас идёт угловой элемент специальный. Но заказчик захотел сделать углы немножко пошире, поэтому мы сделали вот такой вот фокус. Частично панель обрезается. И часть этой панели у нас уходит как угол. Дальше идёт янтарные панели. С этой стороны у нас то же самое. Обрезается часть панели. И так, чтобы она потом... Вот эта коричневая панель... Это чудо лучше показать. Чтобы коричневая панель вставала в замок с этой панелью. По монтажу дом практически уже закончен. Остаётся по фасадным панелям сделать только вот эту... Только вот эту часть. Сверху софиты уже были подшиты. Мы их не подшиваем. И для того, чтобы было какое-то завершение, по периметру свесов идёт вот такой вот G-профиль. G-профиль практически в цвет светлых панелей. Ну, тут у нас идёт разделение. Тоже покажу вам. Отлив коричневого цвета 8 и 17. Вот так вот мы делаем угол. Также, если посмотреть на эту стену, то видно, сверху идёт такое металлическое примыкание. Часть его уходит под фасадные панели, часть его торчит. Потому что в дальнейшем здесь будет независимая такая пристройка, независимая по отношению к дому. Соответственно, если бы мы не приложили сразу это примыкание, то в дальнейшем потом у заказчика были бы вопросы, как это примыкание правильно и герметично сделать. Сразу его проложили, и теперь у заказчика как бы вопросов нет. Вот такой вот симпатичный дом получается. Одни из самых мною любимых фасадных панелей. Не знаю, они мне очень сильно нравятся, наверное, за счёт матовости, которые есть у этих панелей. Они не отдают каким-то блеском и даже не скажешь, вот так и не знаю, видно вам или нет, не скажешь, что это вообще пластик. Кстати, вот обратите внимание, как делается внутренний угол. Есть разные варианты, но один из вариантов это использование G-профилей. Почему-то производители пластиковых панелей не делают внутренний угол. Ну, вернее, понятно почему. Как они говорят, то что он не очень востребован, но по идее, по мне, это было бы более правильно, если бы был внутренний угол. Вот так это выглядит. Дальше здесь будет обналичка из кедрала. Если вот посмотреть снизу, из-за того, что у участка есть уклон, обычно снизу используется стартовая планка, но когда идёт уклонная часть, верхняя часть идёт в горизонт, нижняя часть, там, где идёт замок, она обрезается. Поэтому вот обычно используется вот такой вот, либо металлический, либо пластиковый G-профиль. Здесь вот мы конкретно используем металлический G-профиль. Вот так вот выглядит этот дом. Вот такой вот небольшой обзор монтажа пластиковых панелей. Если есть какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях. А так, самое главное, берегите себя и не болейте. Всё, всем пока!